Всем привет! Сегодня хотел бы сделать для вас второе видео с ответами на ваши вопросы. Вопросов сегодня будет всего два, но они достаточно объемные, поэтому, в общем, видео будет небольшое, но ответы на вопросы будут достаточно объемными. Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Где же он? Первый вопрос от пользователя с ником Канад Канака. Здравствуйте, Павел. У меня вопрос не по теме. Не раз слышал, что в выходные дни вся Испания отдыхает, в том числе все торговые лавки, аптеки, магазины и так далее. При этом не уточняют конкретно. Вот мне не верится, что в выходные дни в Испании с семьей, с друзьями нельзя сходить в большой торговый центр, в какой-нибудь кинотеатр, вечером хлебнуть, купить водочки, плясать под музыку, либо сходить днем в кафешку, попить кофе с другом, родственником, ну и так далее. В общем, думаю, суть вопроса понятна. Как тогда испанцы отдыхают в выходные? Если коротко отвечать на этот вопрос, да, то, естественно, не все закрыто. В Испании выходные, и в основном закрыты различные магазины, небольшие магазинчики, которые держат испанцы. Закрыты различные табачные лавки, которые, опять же, держат испанцы. Закрыты аптеки, все, кроме дежурных. Дежурных аптек на самом деле немного, но они есть, те, которые работают в выходные, но их очень мало. А все большие торговые центры, кинотеатры, большинство кафе открыто. Поэтому, да, испанцы, естественно, проводят в основном свои выходные в кафе с семьей. И, в общем-то, у большинства кафе есть специальное меню на выходные дни, меню выходного дня так и называется. И вот приходят испанцы, значит, с семьей в кафе. Обычно в воскресенье после мессы, после похода в церковь идут в кафе. Заказывают там вот этот обед семейный. И сидят там по 3-4 часа, пьют, разговаривают, пьют вино, пьют кофе. В общем, вот так вот отдыхают. Есть, конечно, любители активного отдыха, так как, опять же, в выходные работают различные там спортивные сооружения, скалодромы, различные там центры пейнтбола и так далее. Бассейны тоже работают, даже публичные работают в выходные дни. В субботу с 8 до 9, в воскресенье с 8 до 2 часов дня. То есть, в принципе, работают. Проблема наступает более-менее в августе. Почему? Потому что в августе очень многие уходят в отпуска. И в августе вообще здесь мало кто работает. Вот у нас, к примеру, сейчас половина офиса, даже, наверное, больше, официально в отпуске. Еще некоторая часть работает из дома. В общем, продуктивность сильно падает в августе, это да. И даже, скажем, в больницах какие-то операции, которые не очень срочные, откладываются с августа на сентябрь, потому как врачи тоже уходят в отпуск. То же самое с экстранхерией. Скажем, в автоинспекции местные не принимают экзамены в августе, потому что все, опять же, уходят в отпуск. В общем, да, в августе это проблема, особенно если вы едете куда-нибудь, нет, в туристический город, то, скорее всего, очень многое будет закрыто. Это же касается, кстати говоря, и кафе, баров, ресторанов. Очень многие приличные кафе, бары, рестораны закрываются на отпуск. В основном это отпуск с начала августа по начало сентября. То есть месяц из жизни выпадает очень у многих в августе. И вот в Мадриде то же самое. Очень многие хорошие рестораны, скажем так, закрыты на каникулы. Из них не заказать еду, не пойти, тем более туда нельзя. И в основном, конечно же, работают такие места для туристов. Но если вы едете в туристическое место, на побережье, то, конечно же, никаких проблем с этим не будет. Там 100% все будет открыто, и максимум будут закрываться на сиесту, да, и то не факт. Но есть, как бы, такие две спасительные точки в этом всем деле. Есть магазины сети Supercore, которые работают 365 дней в году. И практически 24 часа закрываются только на небольшой перерыв ночью. Но, в общем-то, можно сказать, что 24 часа. Их минус в том, что ценник там чуть-чуть выше, чем у многих других магазинов. Но, тем не менее, обычная, скажем так, сеть супермаркетов работают, как правило, все дни недели. За исключением некоторых, скажем, Меркадонна работает. В субботу не полный день, в воскресенье не работает. А Алькампо, который Ашан, во всем мире называется Ашан, здесь почему-то Алькампо, ну, не суть. Вот он работает и в воскресенье тоже, с 9 до 10 вечера. В общем-то, с этим проблем нет. То есть, такой проблемы, что пойти куда-то купить, попить, поесть, абсолютно точно не возникнет, где бы вы в Испании не находились. И второй вопрос от пользователя Вадик Александров. Паша, расскажи, пожалуйста, про женскую половину испанского общества. Как тебе испанки? Много ли знаешь смешанных пар, где парень из России? Как строятся такие отношения? Ты, конечно, женат, но тебя тут даже про гей-клубы спрашивали. Да, спрашивали даже про гей-клубы, что интересно. Испанки все разные, в общем-то, как и женщины всех других национальностей. Очень много вполне симпатичных женщин здесь. И в отличие, скажем, от чилийских женщин, они умеют и одеться, и накраситься. В общем, с этим абсолютно нет проблем. И ведут себя, в принципе, более женственно, нежели чилийки. Но есть и, скажем, отрицательная сторона женской части испанского общества. Состоит она в том, что здесь, ну, не то чтобы развит феминизм, но женщины гораздо более самостоятельные, скажем так. Они, в общем-то, стараются как-то сами построить свою жизнь, обходиться без мужчины. Очень много пар, где все делят пополам. И, скажем, если идут в кафе, то платит каждый за себя. Это очень забавно выглядит со стороны. Кстати сказать, когда приходит, скажем, пара в кафе, можно за ним понаблюдать, как они будут делить счет в конце, как будут высматривать, кто что поел, кто сколько должен, выпряхивать там, искать мелочь без задачи. В общем, тот еще прикол. Особенно с учетом того, что чаевых испанцы оставляют, скажем, не так много, как это принято в других странах мира. Даже если в России сейчас многие привыкли оставлять там по 10% от счета в случае хорошего обслуживания, то здесь, ну, процента 2-3 это уже нормальные чаевые. Ну, в общем, прикольно наблюдать, как такие пары испанские делят счеты чаевые. Дело, в принципе, не только в этом. Это проявляется во всем. То есть женщины стараются как-то всегда работать. Женщины стараются сами себя обеспечивать, поэтому у них немножко другой взгляд на отношения. И отчасти поэтому же здесь мужчины чувствуют себя, может быть, не слишком уверенно, потому что пропадает такая... пропадает одно из предназначений, что вот как мужчина-добытчик, да, женщина-хранительница очага, как многие любят говорить. В общем, здесь такого нет. Здесь оба добытчики, оба хранители очага, и подчас из этого выходит нечто странное. Но не суть. Смешанные пары, где русский мужчина и испанская женщина есть. И более того, я такие пары знаю. Как они живут? Да нормально живут. Как и все остальные. В общем-то, ничего необычного в их жизни я не замечал. Ну, пожалуй, за исключением того, как они относятся ко всем, скажем, материальным благам. То есть это мое, это твое. В общем, все делят. Такая отчасти есть нацеленность на расставание. То есть в случае, если мы расстанемся, скажем, вот это тебе, вот это мне и так далее. Здесь, естественно, очень популярно заключение брачных контрактов в случае заключения брака. И так называемое separation de bienes. То есть все четко прописывается. В случае развода, кому что достанется, чтобы потом не ходить в суд, ничего не делить. Особо много времени надо не тратить. Все прописано, все с этим согласились. И вот так и живут. На мой взгляд, это не совсем правильно. Больше напоминает такое. Программирование расставания. То есть вот только вроде собирались пожениться, жить вместе. Давай сразу решим, что будем делать, когда мы расстанемся. То есть вы заранее предполагаете, что расстанетесь с человеком. В общем-то, это не очень правильно. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, достаточно много симпатичных испанок. Да, один интересный момент относительно испанских женщин – это голос. То есть если вы собираетесь познакомиться с испанкой, и вам, в общем-то, не все равно, как она разговаривает, да, и голос для вас достаточно важен, не менее важен, чем внешность, то стоит с ней поговорить по скайпу, чтобы послушать. Потому что очень многие испанки не то, что говорят громко, а голос у них очень низкий. И если когда говорят еще нормально, то когда начинают громко смеяться, то это вообще что-то с чем-то. Как голос у курильщика с 20-летним стажем. Но в целом, в остальном, в принципе, да, испанок симпатичных много, смешанная пара есть. И, конечно же, брак или гражданский союз – это один из самых, пожалуй, простых способов миграции в Испанию. Поэтому стоит это учитывать тем, у кого нет других обстоятельств, позволяющих в Испанию переехать. Еще мне несколько раз уже писали, что я в основном показываю либо какой-то парк, либо диван, очень мало показываю город. Поэтому вот сейчас вам немножко покажу место, где мы живем, район, где мы живем. Вот, надеюсь, он подойдет. Государственная школа. Субтитры создавал DimaTorzok В районе, где мы живем, есть филиал школы King's College. Считается одной из самых дорогих, не знаю, как носит качество, но самых дорогих точно школ в Испании. Обучение вместе с питанием стоит порядка 1600 евро в месяц. Очень дорого, на мой взгляд. Но, тем не менее, туда еще и конкурс. Субтитры создавал DimaTorzok Вот еще одна государственная школа, куда ходит наш сын. Вообще, школ в округе очень-очень много. Прямо напротив там еще одна школа. Мы считали, по-моему, вот в пределах 10 минут пешком 6 школ. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok В основном, как я уже сказал, все в августе стараются уехать из Мадрида. Спасибо. Спасибо. Кстати, сказать, вот в зеленой зоне, то есть в зоне, которая отмечена вот такими вот зелеными полосками, можно купить годовой абонемент на парковку, который стоит порядка 30 евро в год. В общем-то, парковка в зеленой зоне, то есть вот как в этой, например, это достаточно дешево, но действует только в пределах района. То есть вы можете купить парковку около своего дома и ставить машину в зеленой зоне за 30 евро в год. Синяя зона оплачивается строго по часам. Домик на продажу, если кто желает, могу скинуть телефон. В целом, таких домов здесь продается достаточно много. И стоит вот такой вот двухэтажный дом. Он практически без территории, правда, но с гаражом. Порядка 700 тысяч евро. Кстати, покупка такого дома дает право на получение вид на жительство для инвесторов. То, в общем-то говоря, быстро, просто и очень удобно. Если у вас, конечно же, есть лишние 700 тысяч евро. Потому что инвестицией такой дом назвать, не знаю, можно ли. Потому что, если захочется его продать, сделать это будет достаточно тяжело. Потому что Мадрид все-таки не туристическое место. И недвижимость здесь продается не так легко. Мадрид все-таки не туристическое место. Мадрид все-таки не туристическое место. это около 600 евро в месяц кстати, вот вполне типичный пример того, о чем я говорил такая табличка очень характерна для многих в том числе для самых лучших ресторанов в Мадриде закрыта на каникулы с 1 по 27 августа у кого-то дольше, у кого-то меньше, но очень-очень многие закрываются на каникулы вот такой вот у нас район надеюсь, вам было интересно, если остались какие-то вопросы по этому видео или вообще вопросы по иммиграции в Испанию, пишите в комментариях или в скайпе буду очень рад вам помочь спасибо за внимание, подписывайтесь, удачи, пока!